Готовы? Две вещи я хочу вам сказать перед тем, как мы продолжим. Первое. Мы не будем так сильно углубляться всю неделю, так что не пугайтесь. Иначе мы даже бытие не закончим. Но есть определенные сферы, которые я хочу больше пояснить. Потому что я считаю, что они более важны. Каждый преподаватель больше заостряет внимание на тех вещах, которые ему кажутся важными. И второе. Если у вас есть вопросы касательно какого-либо момента, и по поводу вещей, о которых мы еще не рассмотрели, и вы понимаете, что вам нужен ответ до конца недели, то есть перед тем, чем мы закончим, записывайте эти вопросы. Можете передавать Кириллу, и он будет мне их задавать, озвучивать. Каждое утро. Итак, в 27 стихе написано, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И вторая глава, ну, она тоже как бы охватывает мужчину и женщину. Вернемся туда. Ну, вот как бы, как строится библейский рассказ. Иногда присутствует какое-то небольшое упоминание, и в тот момент это не объясняет всего. Потому что цель этого раздела расположить определенные вещи в своем порядке. Но затем, как бы, может быть, объяснение более детальное следует. И в 28 стихе написано, «И благословил их Бог». И сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». И заметьте, что это второй раз, когда используется слово «благословил». И уже в завершающих стихах этой главы Бог говорит о том, что вот я вам даю в еду то, что производит земля. То есть, по природе мужчина, человек – вегетарианец. И 31 стих, и первые три стиха второй главы. Бог посмотрел на свое творение и искал, что это хорошо весьма. Он окончил свой труд и вошел в покой. Я не думаю, что это значит, что он взял там отгул или там выходной. Он не сказал так, типа, «Ой, как это было тяжело, лучше прилягу, отдохну». То есть, ну, он завершил, как бы, работу над своим творением. И дальше он говорится о том, что он благословил седьмой день и осветил его. Что значит, что он благословил седьмой день? То есть, он отделил седьмой день. И потом мы видим, что Господь дал заповедь соблюдать шаббат. Но также говорится, что он благословил. Как можно благословить день? Как мы благословляем день? Как бы, одно из объяснений – это то, что Бог благословляет время. Время – это очень такая интересная философская концепция. Библия рассматривает время как продолжительность между началом и завершением. Восточная философия и религия рассматривают время как что-то бесконечное, без начала и конца. Это как бы, ну, в этом большая разница. А кто из вас чувствует, и говорит так, мог, было бы у меня больше времени. Хотелось бы, чтобы время утекло по-другому. Другими словами, Бог здесь говорит о том, что хорошо, что мы живем в мире и рассматриваем время как один момент, который имеем и за другим моментом. А подумайте о бесконечности, о вечности, где нет вообще разделения времени. Вы представляете себе жизнь в таком мире, где нет времени, как бы, где вечер. Тяжело. Потому что Бог вложил в нас природу, как бы, этой вселенной и вложил в нас чувство времени. И Библия много говорит о том, что произойдет дальше. Библия говорит, чтобы мы использовали время, которое у нас есть. И в 89-м псалме Моисей говорит о том, чтобы мы размышляли над временем, которое мы имеем. И давайте посмотрим на, рассмотрим вот это еще раз термин «благословил». Благословение взаимоотношений между личностями, например. В Новом Завете говорится о том, что меньшее благословляется большим. И Библия говорит, что одна личность отличная, а другой благословляет другую. желает лучшего для этой личности. Делает добро для нее. Итак, давайте теперь подумаем еще о, ну, такую большую картину представим. Вот как, в смысле, теологи рассматривают и видят. Они говорят, у нас есть вся Библия. Мы имеем данные о том, что там находится, что написано. Но нам нужно понимание этого. как это все взаимодействует между собой. Много историй в Библии. Но какая самая большая история? Понимаете? Если читаем роман, есть несколько каких-то историй, например, когда мы читаем в начале какие-то истории, то мы даже не понимаем, как они, к чему они. но если автор хороший писатель, то он как бы все соединяет в этой истории, чтобы рассказать одну самую важную историю, чтобы объяснить смысл. И так многие теологи рассматривают Библию таким способом. Есть история творения, падения человека и искупления. Подумайте, ну как это? тогда получается, что если связать это все, то Бог сотворил человека для искупления. Но может быть, есть и другой взгляд, который рассматривает которые, опять же, рассматривает вот эти три вещи творения, падения и искупления, но как бы объясняет это в более таком широком контексте. И как бы есть английский термин для этого, который обозначает, что вот эти термины, они как бы поднимаются на еще более такой, на самый высокий уровень и толкуются. И так, искупление это не самая последняя цель. Это часть истории. Но цель это но цель, чтобы все это пришло к своей полноте. и термин благословил или благословение говорит об этом нам. Означает, что Бог сотворил что-то как бы вне своей природы для того, чтобы благословить это. Он сотворил что-то, что не является им самим, но с целью и конкретным призванием для этого. Чтобы привести это к как бы пику и к совершенству. Итак, что же такое быть созданным по образу Божьему? это подразумевает совершенство, не так ли? Но есть разные способы для того, чтобы стать совершенным. Мы можем иметь совершенное семя какого-то дерева или растения, но это еще не растение и не дерево. Понимаете? И так Бог сотворил человека, но человек ничего не знает. Он не знает цели, для которой он сотворен. Он не знает своих возможностей и как бы призвания для того, чтобы возрастать. И так Бог творит природу и человека с целью привести это все к самому совершенному выражению этого творения. И я верю, что это самое лучшее объяснение всей картины Божьего плана. То есть творение для того, для цели полноты. А между делом мы имеем падение и искупление. Вторая глава седьмой стих описывает то, как Бог сотворил человека. А в восьмом стихе говорится о том, что насадил Господь Бог край в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Итак, у нас есть автор истории. То есть в смысле что и вот автор истории приводит нас в события, которые объясняют дальнейший ход истории. В этом саду два дерева. Вы знаете такой термин архетип? Это слово, которое обозначает модель для дальнейшего развития или объяснения последующих событий. то есть мы можем сказать, что это такая модель, архетипная модель. Эти два дерева представляют собой выбор. Выбор между жизнью или знанием. Дальше описывается река, которая протекала, а потом в 16 стихе написано, что от всякого дерева в саду ты будешь есть, кроме одного. от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. А что Адам понимал о смерти? Он никогда не видел, чтобы кто-то умер или что-то умерло вообще. Но тем не менее он понял, что не стоит этого делать. Я думаю, мы можем предположить, что в разуме Адама, даже если он не понимал, что это значит, он все равно осознавал, что это что-то серьезное. 18 стих не так часто. написано, что нехорошо быть человеку одному. То есть Бог продолжает творить и хочет сотворить помощника. на еврей это слово значит эзер кенегдо. Эзер это помогать. А кенегдо это очень интересная форма. По-моему, есть только один случай, когда в Библии это слово используется. но это комбинация двух или трех маленьких слов не очень легких для понимания. В моем переводе оно переводит описывается как помощник соответственно если мы переведем если мы переведем дословно похоже противоположный ему. То есть если дословно то оно переводится так похожий противоположный ему. очень сложно перевести. Can you know as or connect do connect do in verse twenty one в двадцать первом стихе дальше Бог навел сон на Адама и он уснул и сотворил женщину. И когда Адам просыпается он говорит это кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женой. я помню когда я был новообращенным я впервые ходил в церковь и помню как пастор сказал что одна из как бы частей которых из того что говорит Адам было такое вау боже ты красавчик просто классная работа и так они вместе в саду что это нам говорит когда Бог говорит что нехорошо быть человеку одному что он имеет ввиду имеется ввиду что человек это социальная личность скольких верующих вы знаете которые говорят все что мне нужно этот Бог но идея как бы ранней церкви а потом отшельников монахов которые жили сами по себе монастик монастик а но ага это идея как бы монашества вот это отшельничество оно исходит не из писания а от греческой философии Бог же говорит что мы нуждаемся друг в друге Бог творит общины семейные группы которые привязаны к более обширным группам семьи кланы племена вот что хорошо третья глава змей был хитрее всех зверей полевых которых создал Господь Бог и он приходит искушать женщину откуда он появился мы не знаем этого потом мы встречаем упоминания в Библии нет никакой истории как бы поставьте себя вот в тот период времени представьте что вы вообще ничего не знаете читаете Библию впервые и никогда представьте что вы никогда не слышали этой истории все прекрасно и вдруг откуда эта змея появилась у нас есть Бог который все сотворил и тут вдруг появляется какая-то змея которая работает против Бога но и никакого объяснения просто вот появилось и все появляется в саду появлялся ли он до того как он какие отношения он развивал с Евой у них до этого было общение вообще ничего не написано правда но возможно было до того и могло спокойно быть подумайте если вы хотите кого-то обмануть возможно что для начала нужно стать хорошим другом чтобы кого-то надурить но мы не знаем просто видим что есть змея когда мы читаем вот такой стиль библейского повествования мы понимаем что куча всего происходит такого о чем не написано но что первым делом делает эта змея он говорит а правда ли бог сказал посмотрите вообще на вот этот стиль задавания вопросов под и он говорит как бы он превращает то есть извращает цитату которую сказал бог это как бы опять же модель и образ того как действует искушение сомнение правда ли бог это сказал но такое недо умение недоверие искажение цитаты и Ева отвечает что мы можем есть плоды деревьев но только плодов дерева которое среди рая сказал бог не ешьте их и не прикасайтесь к ним чтобы не умереть откуда взялось тут вот это уже не прикасайтесь мы мы ведь читаем и видим что такого бог не говорил Адаму он сказал просто не ешьте ну возможно что бог так сказал а может быть просто Адам так понял и передал это Еве но смотрите что происходит тут есть здесь присутствует кое-что что не не было в изначальном в изначальной заповеди и это как бы смешивается именно с самой заповедью и у раввинов есть небольшая история по этому поводу кто из вас знает о такой вещи как строительство забора вокруг Торы вы слышали когда-нибудь такую фразу то есть есть конкретная библейская заповедь не работайте в шаббат а раввины которые основываются на библейских принципах вырабатывают как бы целую систему правил вокруг шаббата и которые заставляют концентрироваться больше на самих этих правилах чем на заповеди и эти все правила усложняют исполнение самой заповеди есть раввинистическая такая цитата которая говорит о том что Адам сделал такую ограду вокруг заповеди и он сказал не ешь и не прикасайся потому что очевидно что если не прикасаешься значит и съесть не можешь то есть иногда иметь ограду вокруг вещей это нормально хорошо например что скажет пастор человеку в своем собрании который был алкоголиком он говорит что каждый раз когда ходил на работу говорит я постоянно когда хожу на работу прохожу мимо бара и вспоминаю как веселился я со своими друзьями я ходил туда и каждый вечер напивался ну это этот человек говорит а что пастор ему скажет на это ходи на работу по другой стороне улицы это как но это тоже в принципе такое как выстраивание забора вокруг заповеди и как бы раввины говорят что змей подтолкнул Еву к дереву и она как бы вкусила и не умерла и она подумала так я а нет он подтолкнул чтобы она прикоснулась она подумала я не умерла значит я могу и съесть понимаете и в этом проблема в этом заключается как бы обратная сторона вот этого выстраивания вот этих заборов потому что если мы думаем что эта ограда это есть заповедь сама и когда этот забор валится например то человек начинает думать что а ну все уже и так заповедь нарушена значит можно вообще все нарушить иногда хорошо иметь принципы вокруг Торы которые помогают нам но мы в то же самое время должны помнить в чем заключается сама заповедь изначально и так она съела дала своему мужу и он ел и внезапно их глаза были открыты они поняли что они обнаженные и поняли что им нужно покрыть свое тело что это что это обозначает как бы ну некоторые комментаторы библии говорят что просто адам и ева ходили в дымке Божьей славы и когда она ушла пропала из-за вот этого греха то они тогда осознали и увидели что они наги интересно но я думаю что они и так в определенном смысле понимали что они голые смотрели друг на друга и видели это но вот именно с этого момента когда они вкусили их внутренность поменялась они начали смотреть друг на друга по-другому они уже как бы не могли смотреть друг на друга таким чистым взглядом беспорочным теперь появилось чувство вины и продолжение вот этого вот такого взгляда нового то что они поняли что им нужно прикрыться и далее когда они услышали божий голос они спрятались представьте себе что произошло внутри них представьте себе вот это вот чужеродное такое чувство которое появилось внутри них целый как бы мир изменений в нескольких словах и бог спрашивает где вы он разве не знал где они помню ну вы знаете же у вас тоже в жизни так случается когда друг вы с другом общаетесь лицом к лицу и может спросить где ты где твои мысли сейчас что означает что происходит внутри тебя сейчас о чем ты думаешь и что ты чувствуешь и адам говорит что я услышал тебя и спрятался потому что я знаю что я обнажен а бог спрашивает как как ты это понял иногда мы задаем вопросы только для того чтобы получить информацию а иногда мы спрашиваем у людей определенные вещи чтобы узнать что происходит внутри них понимаете да вот что бог делает в этом эпизоде и мы видим отчуждение между человеком и богом в этом что дальше происходит адам говорит что жена которую ты мне дал это ее вина то есть из того момента мужчина всегда обвиняет женщину ну может не всегда ну конечно правда такая что и женщина иногда обвиняет мужчину но чаще все женщина права не я просто не понял или он именно это имеет так бог говорит женщине что ты сделала она говорит что ну змей как бы обманул меня и я съел ну здесь такое как типа все по фройду происходят такие очень глубокие психологические изменения внутри человека внутри людей вина желание обвинять кого-то другого винить в своих ошибках другого и как бы вина это очень тяжелая вещь с которой нам приходится сталкиваться нужно полностью как бы овладеть ею чтобы победить если мы хотим как бы выставить кого-то виноватым то мы говорим ну да я сделал кое-что но это не было так плохо однажды я сказал у тебя есть три варианта как ты можешь извиниться первый ты можешь сказать так да я сделал это но это из-за тебя и это твоя вина второй вариант да я сделал так но это не так уж плохо и третий и третий вариант да я сделал это но ты еще хуже знаете таких людей такие люди не хотят сказать что да это я сделал и это моя вина и бог говорит змею что ты проклят 15 стих и вражду положу между тобой и между женой между семенем твоим и между семенем ее оно будет поражать тебя в голову ты будешь жалить его в пяту и некоторые люди говорят что это первое мессианское обещание я не уверен ну или это так действительно я думаю что ну да это как бы соответствует теории потому что ну как и остальные библейские мысли оно дальше развивается то есть приходит Мошех который приносит победу всему человечеству над змеем но основная идея здесь это слово надежды для мужчины и женщины о том что змей победил вас сейчас но в определенный момент в будущем вы победите змея вот большая картина это надежда которая говорит что сейчас вы упали но ваше падение это не конец я сотворил вас для благословения и в конце ваше будущее будет благословенным понимаете вот о чем он говорит мужчине и женщине и потом говорит бог мужчине за то что ты послушал голосы жены твоей и ела дерево которым я заповедовал тебе проклята земля за тебя со скорби будешь питаться от неба всей жизни ты отделился от меня отделился от своей жены и даже отделился от земли понимаете то есть отделение мужчины происходит как бы на всех уровнях взаимоотношений а затем бог делает одежду из кожи для людей и это как бы образ жертвы которая покрывает покрывает грехи но я так думаю я думаю что это еще образ такого это для нас образ того что грех не может быть прикрыт просто там например пальмовыми ветвями листьями потому что после бог дал целую систему жертвоприношений животных не но Now we have four.